Ну что же, вот и первая более-менее серьезная западная реакция в связи с продвигаемым грузинским правительством законом о прозрачности иностранного влияния. Речь, конечно же, об озвученных США санкциях в отношении грузинских чиновников и членов их семей, которые теперь столкнутся с визовыми ограничениями. Я объявляю о новой политике ограничения виз для тех, кто несет ответственность за подрыв демократии в Грузии. В том числе в связи с предложенным грузинской мечтой законом об иностранном влиянии, написал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. В скором времени последовал и ответ со стороны представителей грузинской мечты. Политика шантажа и угроз не соответствует стратегическому партнерству и духу партнерства. Это не что иное, как грубая попытка ограничить независимость и суверенитет Грузии. Аналогичные законы в гораздо более строгой форме существуют в Соединенных Штатах Америки, во Франции и во многих других странах, против которых США не ввели никаких санкций. Также подобный законопроект активно обсуждается в Евросоюзе. Более того, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что закон, инициированный в Евросоюзе, станет ведущей линией ее предвыборной кампании, поскольку иностранное влияние и вмешательство являются сегодня самыми большими проблемами для Европы. В цивилизованном мире на протяжении десятилетий широко признавалось, что распространение санкций на членов семьи является фашистско-большевистским явлением. Санкции – это лишь один из факторов охлаждения в отношениях между Грузией и странами Запада. Перед этим премьер-министр Иракли Кобахидзе пожаловался, что во время телефонного разговора с еврокомиссаром Оливером Вархели тот припугнул его судьбой словацкого лидера Роберта Фиццу, который недавно стал жертвой покушения. Сам Вархели заявил, что его слова были вырваны из контекста и неверно истолкованы. А Кобахидзе на пару дней стал звездой мемов. Сгущал грузинский премьер Краски или же говорил правду, мы вряд ли узнаем. Однако эту ситуацию прокомментировал в том числе и президент России Владимир Путин. Не могу комментировать, что там какой-то еврокомиссар сказал. Там комиссаров много. Они постоянно меняются и несут всякую пургу. В стороне не остался и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, который и вовсе потребовал расследовать угрозы в сторону грузинского руководства. Российский МИД устами Марии Захаровой обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Грузии. Ситуация достаточно забавная в том плане, что Россия упрекает Штаты в том, что делает сама. А именно во вмешательстве в дела другого государства. И тут как бы не поспоришь, что США сейчас по отношению к Грузии именно это и делают. Просто это не отменяет того, что РФ делает то же самое. И даже в большей степени. Ибо если западные лидеры просто высказывают мнение, о котором их не спрашивали, и пытаются оказывать давление на грузинское правительство, вводя санкции за то, что правительство принимает законы внутри своей страны, то Россия так и вовсе держит под оккупацией 20% международно признанной территории Грузии. Адекватно себя в этой ситуации повел Китай, который заявил, что данный закон это внутреннее дело Грузии, и мы в это не лезем. Вот примерно так же себя должны были повести западные политики. Но, увы, ни Россия, ни Запад не воспринимают Грузию как равноценного партнера. И те, и другие считают, что имеют компетенцию решать, что Грузии делать, а чего нет. Удивительно, конечно, что так много событий произошло всего лишь из-за какого-то закона. Думаю, сами грузинские власти не ожидали подобного сценария. Однако они уже не могут отступить, ибо слишком далеко зашли в свои идеи данный законопроект принять. Я, кстати, не считаю его ни русским, ни американским. Подобные аллегории это не более чем попытки манипуляции. И к диктатуре, с моей точки зрения, этот закон не приведет. Во-первых, потому что диктатуру вполне успешно можно строить и без этого закона, и тому множество примеров. А во-вторых, в Грузии демократии нет и никогда не было. Грузия это страна гибридного режима. И пока что она просто продолжит оставаться в идентичном положении. То есть у нас есть свобода слова, оппозиционные медиа, возможность протестовать, открыто выступать против власти, в парламенте присутствует оппозиция. Однако в Грузии отсутствуют независимые ветви власти. И, в общем-то, все ключевые решения в стране зависят от воли изъявления одного человека, который даже не занимает официальных государственных постов. И это на самом деле достаточно уникальный политический режим, когда под ширмой либеральной демократии находится достаточно жесткая вертикаль власти. Просто эту жесткость не ощущают обычные люди. Ее ощущают те, кто находятся внутри системы. И Ванишвили выстроил действительно очень интересный формат отношений общества с государством, при котором он один все контролирует и имеет абсолютную власть. Однако во избежание народного негодования он старается не оказывать давление на гражданское общество. Говори, что хочешь, протестуй, обзывай представителей правительства и самого Бедзину самыми последними словами. Ему вообще на это наплевать, ибо он понимает, что это никак не угрожает его властным полномочиям. Скорее даже наоборот, это помогает ему власть сохранять. Ибо при его предшественнике Михаиле Саакашвили никто и не мечтал о таком уровне свободы слова и гражданских свобод, какой есть сейчас. Саакашвили являлся авторитарным лидером, который в том числе был вынужден руководить таким образом. Ибо посредством демократии вряд ли бы удалось так быстро реформировать страну и поднять ее на ноги. Учитывая, в каком печальном положении она находилась на момент прихода Миши. Однако Саакашвили переборщил, допустил ряд ошибок, держал вокруг себя людей, которые позволяли себе слишком многое. И это все привело к общественному негодованию в связи с давлением государства на гражданское общество и нарушение прав человека. Бедзина Иванишвили пришел к власти, обещая, что он построит такую демократию, от которой все будут в шоке. И в общем-то свое обещание Бедзина сдержал. Ибо я не знаю, в какой еще стране сочетается одновременно беспрецедентно высокий уровень политической свободы для желающего высказать свою позицию гражданина. И в то же время абсолютно авторитарная вертикаль власти. И эта система доказала свою работоспособность. Ибо Бедзина держит власть уже на протяжении 12 лет. А впереди выборы, на которых мечта, скорее всего, снова победит. Значит, еще минимум 4 года он никуда не уйдет. И даже происходящие сейчас массовые регулярные акции протеста вряд ли изменят ситуацию. Я для себя нашел объяснение тому, почему эти митинги оказались вот такими. Дело в том, что между обществом и государством все эти годы существовал негласный договор. Люди закрывали глаза на минусы власти, но если им что-то слишком сильно не нравилось, то они выходили на митинги, власть шла на уступки и отменяла непопулярную инициативу. В этот раз государство данный договор нарушило и решило упрямо гнуть свою линию. А протестная общественность в ответ на это тоже решила упрямо гнуть свою. Это уже вопрос принципа. Вот только государство по поводу этих митингов не переживает, потому что не чувствует угрозы своему нахождению во власти. Можно выходить на митинги каждый день в течение всего года, а власти просто продолжат это игнорировать и вопреки протестам примут закон. Они понимают, что все зависит от результатов выборов. А на выборах у них нет серьезной конкуренции даже сейчас, когда они принимают непопулярное решение, по итогу которого часть общества проводит регулярные митинги. Спроси протестующих, хотят ли они, чтобы грузинская мечта ушла. Большинство ответят положительно. А если спросить, какую политическую силу они бы хотели видеть во главе страны, то вот тут уже многим будет сложно дать однозначный ответ. За 12 лет в стране так и не сформировалась новая оппозиционная сила, за которую люди были бы готовы массово голосовать. В Грузии реально всего две крупных партии. Это правящая грузинская мечта и нацдвижение Саакашвили. Все остальные получают гораздо меньше процентов на выборах. При этом многие люди, которые столкнулись с жесткостью режима Саакашвили, очень не хотят, чтобы нацдвижение вернулось к власти. Потому голосуют за грузинскую мечту. Я лично знаю очень много таких людей. С этой точки зрения, как ни странно, но фактор Саакашвили усиливает позицию Иванишвили. И пока главной оппозиционной партией в стране является ЕНД, Бедзина не переживает о том, что может проиграть. Именно поэтому он вряд ли когда-то позволит себе выстроить в стране такой режим, при котором гражданское общество будет ощущать на себе серьезное давление. У него перед глазами есть пример Михаила Саакашвили, который во многом по этой причине и потерял власть. Да и зачем, в общем-то, Бедзине закручивать гайки и создавать атмосферу страха, если сейчас, давая людям возможность выпускать пар, он не ощущает никакой угрозы своему нахождению во власти. Во внутренней политике не стоит ожидать серьезных перемен. Все останется примерно так же. Неформальное правление под ширмой демократии. Куда интереснее вопрос политики внешней. А она, очевидно, претерпевает определенные изменения. При этом я не думаю, что это приведет к развороту от Запада и уходу в российское лоно. Это невыгодный шаг. Ни политически, ни экономически. Нельзя забывать о том, что Иванишвили это в первую очередь бизнесмен. Он всегда думает о выгоде. Он сам не хочет разрывать связи с западным миром. Бедзина сам какое-то время жил во Франции, вроде бы даже был французским гражданином. Он знает, что такое европейская жизнь, и он не хочет отрезать себе возможность ею при желании наслаждаться. Он просто хочет, чтобы западные лидеры закрывали глаза на его методы управления. Чтобы они не лезли во внутреполитическую кухню Грузии. Сейчас, когда они начали в это лезть, он стал чертить для них красные линии. Мол, ребята, я готов к сотрудничеству, но давайте сотрудничать так, чтобы вы не принимали участие в том, каким образом я управляю страной. Грузия не может взять и резко стать пророссийской страной. Слишком длительный промежуток времени Грузия проводила прозападную политику. Это невозможно вот так взять и вычеркнуть. Не получится сделать из Грузии вторую Беларусь. Ни во внешней, ни во внутренней политике. Это другая страна, другой контекст. Да и это просто бессмысленно. Смысл заключается именно в попытке балансировать. А балансировать, будучи в том положении, в котором находится Грузия, непросто. С одной стороны, огромная Россия, которая оккупирует часть грузинской территории, из которой имеется прямая сухопутная граница, а значит потенциальный риск военного вторжения. И РФ хочет видеть в Грузии лояльную себе страну. Это очень опасный сосед. С другой, есть западный мир, который, в общем-то, тоже хочет видеть в Грузии лояльного себе партнера, и который порой склонен к тому, чтобы пытаться встревать во внутренние дела Грузии и говорить, что можно делать, а что нет. И нужно пытаться создать ситуацию, при которой не будет происходить слишком сильного перекоса влияния одного из центров силы. Уйти полностью под российское влияние не получится. Во-первых, неизвестно, какие тогда ждут экономические последствия в вопросе санкций и изоляции. Во-вторых, общественность будет против. А значит, создается угроза потери власти. Перейти в полную зону влияния Запада тоже не выйдет, ибо граница с РФ никуда не денется. А на примере Украины уже понятно, что если Россия хочет держать какую-то страну в своей геополитической экосистеме, то она может очень далеко зайти, дабы реализовать свои интересы и цели. А если Россия еще раз придет в Грузию войной, то защищать, конечно же, никто не будет. Значит, сценарий военной агрессии нужно стараться по мере возможности минимизировать. Иванишвили в этой ситуации не хороший и не плохой. В политике вообще нет таких понятий. Он просто хочет сохранить власть. А для того, чтобы это сделать, он должен одновременно удовлетворить интересы центров силы, но и не допустить ситуации, при которой один из центров начнет слишком сильно на него давить. И сейчас он пытается это реализовать. И он это делает так, как умеет. Так, как у него получается. Это вообще не о пророссийской или прозападной политике. Не о смене курса и развороте от одних к другим. Это просто история политического выживания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok